так я запустил сервер и клиент сегодня мы будем рассматривать расширенные настройками сетевого экрана конкретно мы рассмотрим две вещи настройку нового порта и перенаправление портов и настройка определенного вида нато а именно маскарадинга и так давайте посмотрим настройку новых портов новых сервисов и перенаправление портов опять сюда минус ай тут мы сделаем mc на первом терминале на втором подымем просто консоль на которой будем делать наши все операции и так вот на солнце давайте посмотрим где у нас находятся сервисы у firewall демон ну давайте посмотрим у нас есть опции firewall демон фарго кмд вот у нас список сервисов которые доступны фактически это некие пред при конфигурационные файлы в которых описано какие-то сервисы мы их посмотрим давайте они находятся альце юсер лип контур с фаервол демон сервис из вот тут у нас собственно наши сервисы находятся файлы мы будем конфигурить новый порт для сервиса ssh ssh kontrol s ssh вот у нас наш файл сервиса он в xml сделан сервис задается короткое название описание и соответственно порт и протокол давайте мы скопируем файл вот стера control-s firewall-d тут опять же сервис ничего нету саж перемену его с сашка 100 ну и давайте мы скажем поставим порт 2022 ну и саши кастом с и саши дома и z так вот в 2 вот мы задали новый файл в котором описывается у нас новый сервис давайте посмотрим get services так у нас с и саши на из саш нету из саш кастом нету нужно перри грузить его релад он перечитывает не перезапускается перечитывает конфиги и и вот у нас саши кастом появляется давайте мы его добавим firewall-кмд это сервис с саши кастом и давайте посмотрим лист сервиса вот он появился значит мы перманент не делаем поскольку нам не нужно чтобы он был на всегда мы оставляем настройки с саш кастом они потом нам потребуется в лабораторной работе по саш зачем нам нужно было настраивать новый порт мы можем или саш на новом порту запустить скажем в целях безопасности в целях каких-то других целях и можем также если у нас 22 порт скажем недоступен из-за другого firewall то можем сделать перенаправление портов сейчас мы займемся перенаправлением портов этот файл вы потом сохраните в своих конфигах чтобы им пользоваться но и можете посмотреть как записываются другие файлы но самое простое конечно это у нас один порт вот один порт может быть несколько портов тут самый самая большая вот видите два порта и по tcp и по udp мы можем все это настраивать мы можем создавать новый файл и подключать его то есть все это для удобства администрирования чтобы не прописывать каждый раз новые порты теперь давайте сделаем перенаправление портов у нас сейчас из саш работает на 22 порту давайте мы это проверим с клиента подключимся подключимся к серверу по и саш сссс а мы находимся под пользователем юзер можем написать юзер сервер юзер юзер нет то есть пользователь юзер на машине сервер юзер нет на самом деле если бы мы не написали пользователя тут вот это вот то он воспринял бы текущие пользователи у нас пользователь юзер саш вот он запрос мы вводим пароль все залогинились теперь мы находимся на сервере control d вышло давайте мы теперь сделаем перенаправление портов это делается очень просто это дописывает по двойной табуляции дальше прописывается порт порт тот который мы сконфигурили протокол tcp на порт to port 22 в принципе вы можете перенаправлять и на другую машину тогда нужно будет указать другую машину у нас включили саксос все включено теперь мы можем посмотреть как это работает итак вот у нас клиент у нас также остался на самом деле порт 22 он не закрыт для того чтобы конкретный порт указать мы должны минус позадать опцию вот подключились ну давайте мы попробуем это у нас не перманентное правило перегрузили он это правило должен скинуть пробуем на 22 порт не можем подключиться на этот порт таким образом мы сделали перенаправление давайте еще раз включим перенаправление и мы подключились на этот порт как видите все достаточно просто теперь если порт 22 недоступен мы можем с помощью перенаправления подключиться к этому порту итак мы научились добавлять новый сервис раз и второе мы научились перенаправлять порты следующий шаг это подключение НАТО или конкретно ПАТ НАПТ он называется порт адрес трансляшн нетворк адрес порт трансляшн или в терминологии Linux называется маскерайдинг для чего он нужен у нас в принципе наш сервер играет роль маршрутизатора и клиент находится за сервером но он не просто играет роль маршрутизатора у нас сеть наша вот эта сеть не маршрутизируемая она недоступна из интернета в результате мы должны на маршрутизаторе поднять некий вариант НАТО который будет выпускать наши пакеты в интернет то есть считая что на сервере на маршрутизаторе нашем есть реальный адрес который может выходить в интернет для этого нам нужно сделать две вещи включить перенаправление портов порт фарвардинг и включить маскарадинг и так у нас за перенаправление портов за перенаправление пакетов отвечает ядро для для этого мы должны посмотреть какие параметры ядра вот тут их много с греб фарвард фарвард не мы должны создать файл который будет включать фарвардинг где этот файл давайте посмотрим у нас в цитара сис контрл сис контрл вот конфиг f4 сис контрл конфигурен так что он использует несколько каталогов с информацией по по тому как настраиваются параметры ядра но и мы используем нам удобнее будет использовать каталог в цитара сис контрл тут по умолчанию некий файл и давайте мы создадим файл в котором будет опция по фарвардингу эхо средняя кнопка я вставил цитара сис контрл с контрл д и файл будет 90 это формат файлов чтобы он читались число дефис по числу они упорядочатся как выполняются дальше некое произвольное название конф вот у нас появился файл вы его тоже сохраните для вагранта при загрузке у нас скриптах этот файл будет прочитываться и устанавливаться параметры и поскольку мы сейчас его сгенерили то нам желательно прямо сейчас установить параметры это делать с помощью команды сис control минус п и файл из которого берутся параметры сис control d 90 таким образом вот установился параметр из этого файла все теперь у нас роутинг включен то есть между интерфейсами и внутри интерфейса из входной в выходную цепочку роутинг включается и дальше мы должны включить маскарадинг значит как это работает вот с клиента мы давайте пропингуем но наш сервер 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 физернет вот он пингуется чудесно а мы теперь давайте скажем ввв яндекс.ру пропинкуем как видите наш днс получил его адрес но пинга не идет естественно что понятно потому что у нас доходит пакет до сервера поскольку сервер у нас стоит в качестве маршрутизатора в нашей сети а дальше никуда не идет и теряется пакет вот теперь мы включаем маскарадинг тут идея такая файл кмд файл демон он придуман со своей идеологией его идеология это файл кмд это зоны так get zonas вот вот это зоны которые по умолчанию есть мы можем добавлять зоны привязывать зоны к интерфейсам привязывать зоны к IP адресам и потом все управление идет на зоны мы это сейчас не делаем потому что это отдельная достаточно большая настройка мы это не будем делать поэтому мы выполним настройку маскарадинга когда зоны у нас просто мы записываем файл команда какую-то зону и пишем что для этой зоны включить маскарадинг это маскарадинг все маскарадинг включается напрямую зону поскольку мы зону не конфигурим мы используем так называемые расширенные рич правила которые фактически используют команды которые используются IP tables IP tables это фреймворк который управляется управляет фильтром пакетов на самом деле этот фреймворк считается уже устаревшим он заменяется фреймворком Netfilter но тут он еще работает фактически расширенные права это расширенные правила это голый кусок который передается этим IP tables вот у нас IP tables мы можем минус L и вот это список вот все IP tables тут куча цепочек которые сгенерил firewall и соответственно мы их не все тут в полной мере видим а достаточно сложная структура так firewall кмд значит это речь речь правило значит правило будет выглядеть так правило family IPv4 то есть для IPv4 правило будет применяться для адресов 192 168 00 16 префикс для этих адресов будет включаться маскарадинг маскарадинг так конечно нужно записать между ctrl я конец вот так и все давайте смотрим у нас сейчас должен натить наш сервер то есть пакет будет доходить до сервера натится там будет подделать порт адрес translation и выходить в интернет давайте пингуем яндекс все теперь наш клиент тоже подключен к интернету наш перманент делаем все теперь у нас включен маскарадинг перманентно это вы в конфиге пропишите вот у нас CD Vagrant сервер сервер вот у нас шел для фаервола вот он добавляет перманентно мы добавили один раз просто правило потом написали что перманентно на самом деле можно было добавить перманент он записался в конфиг и перегрузить конфиг одно и то же да ну и вот у нас фаервол вот у нас сервис который мы сделали и наш форвард файл ну и теперь ctrl shift посмотрим как можно конфигурить с помощью мыши возилка на самом деле на мой взгляд это сложнее тут даже не помогает команд ну а теперь посмотрим как мы это с помощью графического интерфейса можно сделать ну на мой взгляд конечно график графический интерфейс дает более низкий порог вхождения но при этом в такой сложной вещи как конфигурирование служб Unix без знания как они работают он не поможет фарвол конфиг мы под юзером запустили давайте нас попросили под супер юзера перейти и вот конфиг и так вот опять же у нас вот зоны мы конфигурим не по зонам мы упрощенно конфигурием хотя конечно если бы у нас были бы большая сеть и интерфейсы внешне внутренние и dmz а у нас один интерфейс реально то мы Ethernet 0 не считаем он интерфейс для управления его как бы нету это внутренняя багрантовская вещь у нас формально один интерфейс и разбивать его на зоны было бы не очень удобно если бы у нас было несколько интерфейсов мы бы их в каждой под зону отправили и работали тут у нас одна зона паблик соответственно службы это то что вот мы с помощью нашего нашего нашей программы firewall кмд перманентно подключали также мы можем задавать порты протоколы вот смотрите маскирование у нас не включено потому что еще раз идеология firewall d это зоны и маскирование включается на всю зону мы сделали расширенное правило вот оно расширенное правило появилось изменить нажали вот это правило каким образом выглядит и тут другие можно задавать расширенные правила и перенаправление портов изменить вот у нас порт tcp локальные перенаправления или можем были явно задать другой хост и на другой хост перенаправления то есть мы подключались к одному хосту а на самом деле sc открывалась на третьем хосте вот тут еще куча возможностей которые вы естественно можете использовать ну вот такая графическая утилита на самом деле не знаю как все это работает она только может запутать того кто конфигурирует ну и таким образом что мы сделали мы разобрались с перенаправлением портов раз и сконфигурили маскарадинг или пат или над он еще называется и теперь у нас нормальная сеть то есть клиент тоже может выходить в интернет ну а теперь конфигурируем маскарадинг через зоны это будет даже надежнее давайте посмотрим firewall cmd какие зоны есть get зоны ну нас это не так волнует нас волнует дефолтная зона дефолт зона паблик значит тогда мы должны в зону паблик добавить маскарадинг зон паблик add masquerade табуляции написали добавили 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 ну и можно посмотреть что он там в firewall конфиг что он появился давайте посмотрим на клиенте значит пинг и в яндекс.ру пингуется давайте вагетом стянем что-нибудь с него ну и запустим вверх браузер и подключимся так браузер у нас опустился в в яндекс.ру вот собственно маскарадинг работает